С установлением теплой погоды многие горожане стали проводить больше времени на свежем воздухе, гулять в парках и скверах, заниматься огородом на своих дачных участках. Но даже в таких, казалось бы, безопасных местах отдыха и досуга стоит быть очень внимательным. Все дело в том, что теплый апрель пробудил клещей. Кровососущие уже начали охотиться на мурамлян. Подробности в нашем сюжете. Клещи коварны тем, что могут быть переносчиками опасных заболеваний, таких как вирусный энцефалит или болезнь лайма. К счастью, в нашем регионе таких паразитов практически нет. Тем не менее, клещи уже активизировались. По статистике, больше всего от укусов кровососущих страдают жители микрорайона Вербовский. За медицинской помощью начали обращаться первые жители, в их числе дети. В этом сезоне за период с 13 апреля зарегистрировано 8 случаев присасывания клещей к человеку. Из них двое детей. За тот же период прошлого года было зарегистрировано 5 укусов. То есть активность клещей в этом году гораздо выше уже с начала сезона. На территории Владимирской области случаи клещевого энцефалита не регистрировались за все время ни разу. Ну, также на территории округа Мурама и Муромского района. Где-то в среднем 55 случаев за последние 5 лет в год. Это случаи заболеваний баррелиозом. По Муромскому району случаи заболеваний баррелиозом единичные регистрируются в пределах одного случая. Вот случаи регистрировались, значит, последний раз в 15-м году, в 19-м, а в 21-м году уже было зарегистрировано 4 случая баррелиоза среди жителей нашего города. Из них два среди детей, которые связаны были с присасыванием инфицированных клещей. Согласно правилам, снятого с тела клеща нужно поместить в чистую посуду с влажной бумажной салфеткой и в течение трех суток успеть отвести его на анализ. Исследование проводится на платной основе в Центре гигиены и эпидемиологии в городе Владимир. В случае укуса клеща необходимо обратиться за медицинской помощью к врачу-хирургу во взрослую поликлинику или в детскую, с тем, чтобы медицинский работник квалифицированно его удалил, не раздавливая и не втирая содержимое клеща в кожу через ранку. Если нет такой возможности, можно, конечно, и самому попробовать избавиться от клеща, для чего нужно вместо укуса присасывание протереть йодом, спиртом, после чего желательно пинцетиком зацепить тело клеща и, поворачивая ее против часовой стрелки, аккуратно, в общем-то, вытащить, снова обработав кожу. Но основным методом профилактики, конечно, является правильная одежда, самая и взаимоосмотры и использование репеллентов. Незаметный для глаза враг в основном скрывается в густой травянистой растительности и на мелких кустарниках. Те люди, которые уже пострадали от укуса клещей, знают, как обезопасить себя, чтобы вновь не оказаться добычей этого коварного паразита. В деревне были мы, и собачку кусали, и внучку, а она и в Мурме, и не только. Вот выгуливают они там где-то собачку. Вот позавчера принесла клеща, клещей полно. Собачку мы вообще продезинфицировали, но здесь говорят, что спокойно, я так думаю. В народе говорят, что здесь дезинфицируют от клещей, травят клещей, поэтому как-то вот здесь мы сами ходим спокойно. А вот где-нибудь на дачу, на природу нет? Да, на природе у нас дача, и мы там покупаем средства и разбрызгиваем трави. Специалисты призывают жителей быть осторожнее. Плановая вакцинация против клещевого вирусного энцефалита во Владимирской области не проводится. Прививки делают только людям, имеющим профессиональную группу риска. Вадим Уколов, Артём Корнилов. Наши новости.